Проект «Стихи живут» повсюду не устает доказывать, что творческие люди найдутся в любом коллективе, и их немало. Что же говорить о библиотечных работниках? Времена, когда в библиотеке полагалось вести себя тихо давно в прошлом. Теперь это настоящий культурный центр, где проводятся лекции и мастер-классы, творческие встречи и концертные выступления. И сейчас здесь прозвучало стихотворение Рейдерда Киплинга «Тысячный». Только один из тысячи, говорит Соломон, станет тебе ближе брата и дома. Стоит искать его до скончания времен, чтобы он не достался другому. 999 других увидят в тебе то, что видит весь свет, а тысячный не откажет в объятиях своих, даже когда целый мир говорит тебе нет. Он с тобой, если прав ты и если не прав, надо или не надо, встанет на защиту у всех на глазах, только чтоб ты не падал. 999 бросят тебя, не стерпев насмешек и злости, а тысячный бесконечно любя, будет рядом у Ишафота и после. Логично, что ближе всего к поэтической теме сотрудники библиотеки, но сюда создатель и вдохновитель проекта Наталья Замарина пришла только после того, как свет увидели 24 сюжета проекта. Я думала о коллегах и думала, ну когда же, когда же нам их позвать. И в жизни все складывается каким-то образом интересным, что именно в День Друзей, международный День Друзей, который празднуется сегодня, мы записываем 25 сюжет с сотрудниками нашей библиотеки. В следующий раз мы встретимся с участниками проекта «Стихи живут повсюду» в следующем месяце. И кто это будет, организаторы пока не раскрывают. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.